Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 6 октября. Теперь уже точно закончилось лето. Нас завалило снегом. Вот и первый снег. Мэри, мэри. И, конечно, это могло быть просто кратковременно. Снег сначала выпадает, потом растает. Можно дальше делать подготовку грунта в огороде. Но я посмотрела прогноз. На всю следующую неделю у нас снег, снег, снег. Вот у нас труба печная. Топим печку уже вторую неделю. Мы нынче с сентября начали отапливаться, потому что очень холодно. И мы только в эти выходные успели повыдергивать последние морковки. И, как вы видите, по деревьям еще и вишни зеленые. В общем-то, рано, рановато еще. Но так как... Вот сейчас вроде температура небольшая, минус 1. Но на все следующие дни... Также ночью минус 2, минус 4. Днем 1 градус, 2 градуса и снег. Что это значит? Это значит, что уже подготовкой грунта заниматься мы, скорее всего, не сможем. Но, может быть, еще потом выйдет теплое окно. Я говорю про то, что... Я вот когда говорила про седираты, что мы многие спорим друг с другом, нужно их копать или нужно их не копать, перекапывать. И я всегда говорю, еще осенью, когда вот Сейла говорила, что получается не так, как мы хотим, а как соизволит наша природа. Вот вроде они росли, вроде было рано их сначала перекапывать, а теперь уже сейчас снегом завалило. Вроде уже и неудобно с ними работать. Так что те, которые 3 грядки мы успели перекопать, они уйдут перекопанными. Те, которые не перекопали, они вот так прямо сейчас уйдут у меня под снег. А есть грядки, где они еще и не подросли, потому что их посеяли в сентябре и время было мало. А есть грядки, некоторые части, которые только в этот выходной убрали ботву и даже ничего не сеяли. Поэтому участок никогда не бывает у нас равномерно убран, ну, по крайней мере, у меня лично. Какие-то у меня участки идеально все сделано, какие-то участки вообще только успели, я говорю, выдернуть. Вот в воскресенье было, только колышки убрали, и ничего там вообще не сделано. Ну и, конечно, про испытания чудо-теплиц и агросчета. Сегодня, наверное, эти испытания закончатся, потому что нужно убирать чехлы. Сейчас подойдем туда. У меня все еще не убрано. Вот это чудо-теплица и агросчит, где находится перец. И сегодня, конечно, можно сказать, что испытания я на сегодняшний день закончу, потому что нужно убирать вот эти тенты. Почему нельзя их дольше оставлять, вот мне лично? Потому что потом земля замерзнет, они же там в прикопе немножко. Потом земля замерзнет, и эти хвостики не выдернешь. Вот и наше, как так называемое, иду, и снег хрустит. Рискованное земледелие у нас в мае. Может быть, вот такая ситуация до самого конца мая, можно сказать, до начала июня, нас может и снегом завалить, и мороз. И в конце сентября или начале октября тоже уже может быть и мороз, и снег. И поэтому мы, ой, кто-то весной писал, что у них на Алтае, конечно, там условия идеальные для выращивания. Вот у них там все и растет. Но если считать идеальными условиями, то что у нас всего три месяца, которые безопасны. Вот июнь, июль и август. А, нет, июнь, июль, август. А, ну, сентябрь уже три с половиной. А остальные и весной рискуем замерзнуть, и осенью рискуем замерзнуть. У людей сейчас еще октябрь, еще ноябрь. Будет осень у некоторых мягкая. А у нас все, завалило снегом. Глядя на заснеженные деревья зеленые, я понимаю, что это тоже не очень хорошо. У нас ни яблони, ни вишни и ни другие не успели приготовиться еще к полноценной земле. И самое страшное, если сейчас вот после таких, ну, изменений, после снега, после такой прохладной температуры, сразу ударит мороз. Видите, еще зеленые листья. Они не пожелтели, но они уже все замерзли, все засыпаны снегом. И понимаешь, что действительно, когда говорят, что где-то прибывает, то обязательно где-то убывает. У нас получилось так, у нас летом прибыло, потому что было прекрасное, жаркое южное лето, зато у нас отобрала природа осень. Осень ежедневно было, вот было жарко-жарко, потом раз, как обрубило, как кочерыжку у капусты, и сразу зима. Вот мы перескочили из лета в зиму. Все, до свидания.